Хай-хай, ребятки! Всем привет! С вами Бородай, это Age of Magic и небольшой обзорчик на героя под названием Чубадзе. Как вы знаете, это новый герой, который появился совершенно недавно в игре и мало кто о нём что знает. Я что-то новое вряд ли для каждого из вас расскажу, но вот подробненько обозревать героев я люблю. Поэтому давайте определимся с тем, кто же это такой. Кто такой Чубадзе? Чубадзе относится к фракции Зверолюдей, это боец ближнего боя. Как говорит описание, когда-нибудь его погубит лень, или любовь к женщинам, или чревоугодие. То есть мы можем сделать вывод, что прежде всего это медленный, ленивый боец. Я бы отнёс его всё-таки больше к танку, потому что очков здоровья у него довольно много. Но если посмотреть на его характеристики, то скорость у него гораздо выше, чем сопротивление к магии или же к доспехам. Давайте пробежимся по его скиллам. Первый его скилл это удар граблями. Это самый обычный удар, который не требует тайминга, которым можно использовать каждый свой ход. Это базовый удар, шанс на 50% вызвать у цели кровотечение в течение двух ходов. Что, кстати говоря, как для базового удара, мне кажется, весьма неплохо. Текущий базовый урон это 304 демеджа и шанс вызвать кровотечение 50%. Ну, то есть ничего сверхъестественного по дамагу вы вначале, конечно же, не увидите. Но каждого героя нужно прокачивать, поэтому я считаю, что, в принципе, весьма неплохо. То, что он уже с самого начала даёт возможность кровотечение. Хорошо, идём дальше. Второй скилл у него, который будет у вас доступен сразу же, это поросячий визг. Он наносит урон всем противникам и лишает их возможности отвечать на атаки. А также увеличивает свой шанс нанести критический удар на 20% и получает способность атаковать скрытых противников в течение двух ходов. Что вот именно этот навык весьма радует. Потому что меня очень сильно раздражают противники, которые вечно где-то там уклоняются, скрываются и не дают возможности дамажить по ним. С помощью этого навыка мы убираем скилл врага и спокойненько в течение двух ходов можем их дамажить. Да, конечно же, урон совершенно небольшой, всего 176 дамага, но он массовый, мы дамажим всех. И те, кто уже проходили новые события, те видели, что на отлично прокачанном уровне дамаг влетает очень даже приличный и серьезный. Поэтому вот этот навык мне пока что нравится больше всего. Идем дальше. Третий навык, который закрытый, и чтобы его открыть, нужно, конечно же, повышать уровень снаряжения. Чем выше уровень снаряжения, тем больше мы сможем открывать обилок. Девятизубцовые грабли называется этот навык, и он подразумевает под собой то, что враг не может уклониться от этой мощной атаки. И шансов 30% укладения цели станет ровно нолен в течение двух ходов. То есть помимо того, что никто из врагов, какая бы у него офигенно крутая не была ловкость, и уклонения прокачаны, они не смогут уклониться от этого удара. И помимо этого еще и режем 30% их уклона на следующие два хода. То есть для некоторых ассасинчиков, для некоторых бойцов, у которых сделан упор именно на ловкость, это будет просто фатально, потому что буквально за два хода его можно реально вынести, убить, и все. Человек теряет героя, и никакой возможности дальше играть просто нету. Причем дамаг базовый 304 дамага. Это очень круто, несмотря на то, что тайминг на восстановление 6 ходов, вот именно этот навык может быть сокрушительным для вражеского героя. И последняя белочка, ребят, у нас это пассивная, которая называется стойкость кабана. Первый раз в бою, получая смертельный урон, не погибает наш герой, а остается с одной единицей здоровья. Начали каждого хода с шансом 50%, снимает с себя шанс одного отрицательного эффекта. То есть, ребят, помимо того, что какой бы мощный дамаг не влетел в нашего героя, с одного удара вы никак не сможете убить его. Сколько бы у него не было хп, все равно одна единица хп остается всегда. И если у нас есть хилер, мы еще и сможем восстановить нашего героя, понимаете? То есть, вот в чем плюс нашего героя, и вот почему я говорил, что Чу Банце все-таки больше не боец, не просто боец ближнего боя, а танк, который реально может поглощать на себе большое количество дамага. Надеюсь, ваш обзор вам понравился. Я для вас старался. С вами был Борода. Всем большое спасибо, ребятки. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok